Свои ресницы, свои волосы ресниц, свои волосы на ресницах, свои волосы на глазах. Хочу отрастить свои волосы на глазах. Привет, мои хорошие, с вами Стелена Свэй, и сегодня мы с вами будем красить бровки. Если вы только знали, как же я люблю снимать для вас видео, ну, в принципе, я думаю, что вы это чувствуете. Я прям бежала на это видео и думаю, хочу со своими девочками покрасить бровки. Где-то я снимала, на самом деле, в каком-то видео, но, по-моему, в влоге очень быстро и часто меня спрашивают, чем ты красишь брови, вот сними такое видео. Ну, так как я собиралась как раз-таки красить брови, думаю, а почему нет, сниму, да расскажу, что знаю. Итак, чем я буду красить брови? Сначала я расскажу немножко про свои бровки. У меня татуаж бровей, он выполнен более шире, чем мои брови натуральные. Вот, и я их совсем не крашу, то есть они вот так вот натуральненько выглядят. Ну, вот при таком свете вообще супер-пупер, да, классно. А вот какой-то, бывает, другой желтый цвет или еще что-то, они становятся очень светлыми. Поэтому иногда их можно подкрасить красочкой. Она держится достаточно долго и с татуажем очень легко и быстро я это делаю, на самом деле. Вот сейчас смотрю на себя и думаю, может, не красить? Часто так интересно у кого бывает? Ставьте лайк, если так. Так же и с волосами. Ты такая, может, я и такая натуральная, классная? Но нет, я люблю меняться и призываю всех меняться, наслаждаться жизнью и этими переменами. Итак, ладно, с чего начнем? Обычно я крашу всегда Estelle, но у нее не так много, на самом деле, цветов. У нее есть светло-коричневый, темно-коричневый, черный и все, насколько я помню. Может быть, конечно, Estelle сейчас уже продвинулись и у них есть другие цвета. Выглядят вот такие вот коробочки. Вообще для бровей очень сложно найти какой-то, знаете, вот прям русый или еще какой-то цвет. Но, в принципе, графит подходит. Любой цвет, на самом деле, можно сделать светлым, если держать не так, как написано здесь. Там 5 минут, 3 минуты подержал. Я просто не люблю вот это высчитывать время. Чуть-чуть опоздал и все, короче, косяк на лице. Это не классно. Давно я покупала уже этот себе Estelle. Что мне здесь нравится, что здесь в набор входит все. Здесь идет перекись, здесь идет крышечка такая, чтобы мешать в ней краску. Здесь идут две палочками, которыми удобно наносить. Здесь идет сама краска. И здесь идут такие пачки под глаза, чтобы ничего, в общем-то, себе не заляпать. Для таких, как я. И так недавно, ну, так как здесь цвет мне не подходит, черный. Графита, по-моему, я не видела. Светло-коричневый дает рыжину. Ну, я не хочу, короче, рыжину себе, так как у меня серые волосы, как видите, да, скоро буду краситься еще. Я себе взяла Капус. И этот цвет графит. Графит это такой вот, мне он напоминает, знаете, вот, ну, не черный, но очень близок к черным. Немного сероватый такой. И если его как раз-таки держать немного, то получается красивый цвет. В общем, он не уходит в теплоту. Хотя зависит от пигмента кожи, наверное, еще чего-то. Может и в теплоту. Ну, в общем, я им крашу и все нормально. Разводить мы будем один к одному. Цвет 0.01 графит. А, еще что хотела сказать, что здесь ничего нет. Здесь только одна краска. И нет никаких приспособ. Нужно их брать где-то. Я тут красила, может, пару-тройку раз. Вообще надолго хватит. Мне кажется, полголовы можно покрасить этой краской. А здесь вот, я как раз-таки все, что мне нужно, я беру из Estelle. Вот такой вот у них пейкис очень удобненькая. Патчики вот такие. В общем, если вам нужен цвет такой, который есть в Estelle, то... Ну, вот у меня еще осталось тут коричневый. Коричневый. Классический коричневый там у меня. Даже не светлый тут. И палочки. Одну палочку я потеряла. Одна вот осталась. И одна сломанная еще. Ну, короче. Будем ей делать. А что делать? А что делать? Будем ей делать. А крышка где? Ну и смысл. Разрекламировалась ты. Крышку потеряла. Блин, нет. Она должна быть где-то в ванне. Давайте поищу. В общем, я ее не нашла. Но она точно где-то в ванне. Просто у меня сейчас спит малыш. Мне нужно все успеть. Нет времени, чтобы искать эти крышки. Я нашла какую-то первопопавшуюся крышку. Благо, у меня малой любит их таскать. Разные крышечки. Поэтому по всему дому полно крышек. Только повернись, куда уже крышка. О, нашла. Итак, мы разводим один к одному. Надеюсь, вот срок годности на самом деле уже тут как бы давно все это. Но вроде бы еще работает. Нигде не написано. Какие-то цифры, которые не говорят мне о том, какой срок годности. Хотя, может быть, на самой. Не знаю. Мне кажется, что она еще нормальная. Но вот мы и проверим. Вот. От Эстерия. Можно, конечно, использовать любую перекись. Если вдруг ее нету, то можно и от волос взять. Итак. Я беру сантиметр. О, господи, я уже вымазнулась. Ну, нормальная вообще. Ну, нормальная. Я беру сантиметр красочки этой. Вот так где-то. Сантиметр. Короче, я делаю на самом деле, девчонки, все на глаз. И делаю 6-7 капель перекиси туда. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте 6 сделаем. Видите, у меня все спонтанно. Даже капли в краску. И все. Беру вот эту палочку и мешаю. Совсем чуть-чуть получилось, но на самом деле на брови намного не нужно. Все это помешаем до однородной массы. Мне тебя мало всегда. Это моя новая песня. Напевала свою новую песню. Так, все помешало. Я зря время не теряю. По слоям афлюиды. Ну, все. Теперь я наношу... Что здесь? Окра. Теперь я наношу все это на свои бровки. А волосы? Для чего резинку-то взяла? Одно из самых важных вещей это заколоть наши волосы. Чтобы они не лезли нам в красненькую. Так. Я всегда хочу оставаться красивой, но... С распущенными волосами-то, знаете, как распустила доню косу. Слушайте, уже потемнело все, поэтому надо быстрее наносить. Марфа Васильевна, я... Просто наношу. Можно даже прям за края не заходить, потому что татуаж, он как бы сделает все равно ровную форму. Именно волосочки прокрасить. И все. Я всегда стараюсь красить ровно. Вот, знаете, бывает, идешь в салон, а они на самом деле красят, знаете... Ну, короче, чисто вот так вот намазали, как сажей там, и форму не рисуют краской. А потом они, когда стирают, они типа с кожи снимают остатки. Мне так один раз накрасили, мне не понравилось, потому что... Ну, некрасиво. На коже все равно не полностью все стирается, остается. Я люблю, когда рисуют, и тогда более форма четкая появляется. То есть я стараюсь. Краской вырисовываю бровь. Сначала я бровь вырисовываю, то есть формочку аккуратненько. А потом я, ну, как бы заполняю все, потому что все равно пробелы есть. Я заполняю их. То есть накладываю краску толстым, словом шоколада. Еще хотела спросить, вот я люблю так намазать такие темные брови, потом хожу, любуюсь с собой. Вот у кого, если так, тоже ставьте лайки. Сколько нас посмотрим? Ничего, что я все время говорю, ставьте лайки. У вас это не напрягает? Кого напрягает, тоже ставьте лайки. Тебя мало всегда. Нас разделяю на две половины. Ой, набрала, что-то я много. Вот что я забыла взять. Так это палочку. Сейчас побегу. Возьму, потому что я как раз-таки после того, как накрашу все, я потом палочкой вытираю лишнее, чтобы был четкий-четкий контур. Побежала я за палочкой. Палочкой, кстати, очень удобно выравнивать все это. Ну, видите, у меня достаточно ровненько все. Да? По-моему, вот эта бровь у меня отолще. Вот эта вот. И вот ватной палочкой просто прям лишненько все вот так вот убираем, уравняем. Вот. Это красивый контур. И вот. Вот. Так. Так. Вот у меня брови на самом деле все время одна идеальна получилась, а вторая не идеальна. Никогда не повторяйте моих ошибок, берите две палочки. Вообще, берите всегда свои палочки и берите не одну, а две палочки. Все, все что у меня осталось, я сразу и думаю, брови я держу буквально 5 минут максимум и стираю, смываю. Все, помыла пока, хотела рассказать еще про ресницы. Я же сняла свои нарощенные ресницы и хочу, блин, свои отрастить. На самом деле у меня есть идея отрастить свои волосы, свои ресницы. Свои волосы ресниц, свои волосы на ресницах, свои волосы на глазах. Хочу отрастить свои волосы на глазах и... Хочу отрастить свои ресницы, ладно, потому что кому-то прям сильно режет слух. И, не знаю, я много всего уже перепробовала. Ну, конечно, перепробовала. Я такой пробователь еще один день-два попробовала и все. Говорю, ой, не работает. Нужно все делать минимум неделю. Поэтому Фаберлик первое, что попалось мне под руку, сыворотка для роста ресниц. Я хочу сейчас ей мазать каждый день. Вообще, если говорят репейным маслом, просто кто-то мне советовала, говорит, от репейного масла супер, там через неделю, через две уже идет эффект. Здесь в сыворотке содержатся все масла для роста ресниц. Поэтому оно должно работать. Мы не придумали же они такие, положили там то, что не бывает и не существует. Ой, а что это я взяла? Сыворотка для роста ресниц? Да. Такая прикольная. Интересная. Слушайте, страшно, я что-то не ожидала. Я думала, там кисточка будет. Так, точно проверим. Сыворотка для роста ресниц, да. Короче, вот наношу вот так вот. По краю. Так вот, и потом покрасить. Я с чего все начала, что самой себе ресницы очень сложно покрасить. Ну, в принципе, можно сходить в салон, было бы что красить. Когда классные длинные ресницы, то можно их покрасить. А когда коротыши... Не, ну все равно будут казаться объемнее реснички, если их красить. Нижнюю проведу. Вот так мы сделаем. Как будто красим. Короче, все буду делать каждый день. Точнее, утром и вечером. Я все равно редко крашу. Красиво для меня. Тогда уже, если мы делаем это месяц хотя бы, можно будет уже и сказать, вот это оно или нет. Хотя, честно говоря, я снова не уверена, что мне хватит надолго. Все. Чувствую влажные глаза. Все, я думаю, что мои бровки можно идти смывать. Я пошла за ватными дисками. Реально, не повторяйте моих ошибок и подготавливайтесь как следует. Ну, в этом все я на самом деле. Я специально всегда видео все снимаю спонтанными, потому что мне кажется, что в них как раз таки я. Это была бы не я, если бы мои видео были заранее подготовлены, выверены. Сначала там покрасить, узнать все. Это была бы не я. Так что, а я хочу делиться собой, какая есть. Итак, я налила водички и давайте начнем с правого глазика. Я прям при вас буду смывать. Обычно я, конечно, не так перед зеркалом не смываю все это. Я иду и мою все. Ну, примерно так, только все проточной водой. Вот так мы все это сейчас снимаем. Так как мы эту бровь украсили первой, поэтому я и с нее начну. Слушайте, идеально так прокрасились волоски, которых не так сильно видно, когда светлые волосы. Я вот когда близко смотрю, я вижу, отличается, допустим, где мой татуаж. Как будто нет там волос, да? И где основная бровь? А сейчас мелкие волоски прокрасились и все, татуажа вообще не видно. Как будто у меня вот такие идеальные брови. У меня, честно говоря, чудо-мастерность. Я в инстаграме выставляла ее. Коррекцию когда делать буду? Ну, я не знаю. Уже, мне кажется, прошло, честно говоря, полгода. Может, не прошло полгода. Вообще, делается на полгода. Но, вы знаете, у всех по-разному. Держится фигмент, смывается. Я, в принципе, не вижу. Сейчас вот накрасила. Я не вижу прям надобности сделать коррекцию. Но я пойду, как только мне это понадобится. Пойду с удовольствием, потому что знаю, что мне сделают коррекцию. Все. Бровки стали теперь у меня более отчетливые. Скажите, ну, так лучше, конечно. То более естественно, а так уже более ярко, более отчетливо. и глаз открытий выразительней. Все. Можно вот так все потереть, чтобы смыть наверняка всю краску. И вот так вот. Все. Бровь идеальная. Да? Вот это еще чуть подрисчется. Я иногда еще, кстати, отрезаю, но давно не отрезала. Выравниваю вот эти вот хвостики вот здесь вот. Выравниваю. Хотя многие говорят, не нужно это делать, они будут расти еще больше. Я вам скажу, что я раньше это делала постоянно и не вижу, чтобы это все росло у меня больше. Для того, чтобы наши бровки еще росли, давайте их тоже вот этим вот как раз таки причешем нашей сывороткой. Пусть брови будут тоже густыми и растут длинные. Все. Брови готовы. Я довольна своими новыми бровками. Давайте распустим волосы. Я люблю всегда, знаете, очки одеть, шапку одеть или там сделать что-то, косметику. Всегда распускаем волосы и смотрим, а как. Красота. И глаза сразу ярче ставили, нет? Мне интересно, заметите вы или нет. Выставлю в инстаграм фотографию и спрошу, что изменилось. Ну, я думаю, самые внимательные заметят, потому что у меня такие зрители внимательные, я сама иногда в шоке. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Впереди много интересного. Готовимся к Новому году, будем красивыми. Я уже записалась к мастеру рядом с домом на окрашивание волос, чтобы мне прокрасили каждую прядку. Я это-то все делаю наскоряк. Вот. И я готовлюсь к Новому году, хоть и буду отмечать его дома, но все равно должны быть красивые. Видео-то я буду снимать. Ну, и для наших мужей, для наших молодых людей, для нашей любви, в общем-то, и для всего окружающего мира мы должны блистать, сиять. Поэтому любите себя, цените, украшайте, светите ярче и ярче. А я вас целую крепко-крепко. Я вас люблю. Не представляете себе даже как. И прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. 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 Продолжение следует...